Всем привет! С вами Руслан. Хочу сегодня поделиться с вами своей покупкой. Это набор отверток от компании Perfeo. Модель Castan. Это копия от известной отвертки компании Xiaomi. Отвертка имеет сталь марки S2, набор 25 предметов и одна ручка. Вот такая коробочка. Купил ее на оптовке. Для вас ссылочку оставлю на алиэкспрессе. Можете купить. Отличный набор дешевле чем сяоми. У нас здесь краткое описание того, что есть в комплекте. Это торксы, хексы, филлипсы и всякое такое, что может понадобиться для ремонта техники. Здесь дата производства марта 2020 года. Купил в 2021 году. Гарантия 12 месяцев. Но гарантия, я не знаю, на что есть, может распространяться только на саму сталь и условия эксплуатации. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Давно хотел приобрести. Тут я ездил за товаром и оптовика увидел данную отвертку. Все запуковано добротно. Попуковка похожа на Xiaomi, но повторюсь, это компания Perfeo. У меня есть старая отвертка. Вот так она выглядит. У меня она полностью устраивает. Сталь здесь тоже очень хорошая. В данный момент полтора миллиметра стоит. У нас бита. Но есть один большой минус. Здесь нет контейнера под биты. Биты снимаются с англовым зажимом и биты некуда ложить. Они у меня все валяются, половина уже растерялись. И вполне удобная твердка. Здесь есть подшипник. Очень удобно в руке держать и крутить. Но повторюсь, некуда ложить биты, поэтому биты все растерялись. В данный момент у меня весь инструмент, который я использую, лежит вот так в контейнере. То есть тут отвертки. Это у нас плоская. Там отвертка на айфоны. Также есть отвертка на айфоны, которые внутри трехлучевые. Но здесь у нас контейнер идет в комплекте. И я думаю, это намного лучше. Давайте достанем и посмотрим. Достается довольно туго. Коробочка сделана вплитык. Вот такой красивый кейс. В коробке больше ничего нет. Можно ее спокойно выкидывать. Здесь снова все в пленке. Давайте потихонечку откроем. Здесь некуда порезать скальпелем. Давайте попробуем подцепить. Аккуратненько, чтобы не поцарапать кейс. Симфотный кейс. Все отвертки находятся в нем. Очень удобно. Это такой флястик, который закрывает нашу отвертку. После снятия в пленку нас встречает алюминиевый кейс. Довольно такой увечистый. Что-то внутри брякает. Я думаю, все ими брякает точно так же. Кейс имеет вот такой механизм. При нажатии он открывается. Достаем из кейса нашу отвертку. Кейс вот такой вот. Алюминий довольно плотный. Здесь с уплотнителем лежит наша бита. Давайте посмотрим его ближе. Так же имеет подшипник. Так же люфты, как у моей отвертки. Но люфтов здесь меньше. И довольно удобно лежит в руке. Так же сделано из какого-то сплава наподобие алюминия. И кратко пройдемся по битам. В первом отсеке мы имеем звездочки разных размеров. К сожалению, не подписаны, но визуально можно посмотреть, какой размер звезды. Здесь мы имеем крестовую и также звезду. Все размеры подписаны на самих битах. Достаем биту. Вот бита у нас S2. Сталь. И на 1 мм. Я использую для разбора телефонов 1,5 мм. Вот такую вот биту. Все биты подмагничены. Достали биту. Попользовались. Вставили. Здесь, естественно, магнитный держатель. Попользовались. Положили обратно. Все у нас примагнитилось. Далее здесь минусовая. То есть плоская. Какие-то непонятные мне фигуры. Половина этих бит мне в ремонте не нужны. Вот такая смещенная бита. Здесь также. Здесь уже трехлучевая большого размера. Вот так она выглядит. И трехлучевая маленького размера для разбора как раз-таки iPhone. Начиная с седьмой модели, где у них трехлучевые болты внутри держатся точки. И еще одна звездочка. Маленько сделано неудобно, что все в разнобой. Были бы отдельно звезды, отдельно крестовые. Было бы удобно. Но привыкнуть, в принципе, можно. Здесь также звезды. И здесь уже более привычные нам отвёртки. То есть большая крестовая. Ну, относительно большая для ремонта телефонов. Это огромная крестовая. Вот такая вот очень полезная плоская бита. И всякие звезды. Вот эта звезда тоже очень нужна. Эта звезда откручивает нижние винты у iPhone. Торцевые. И моя самая нелюбимая бита. Это вот такая вот гребня. Вот такая вот. Это разбирать. Обычно идут болты на фенах такие. Также есть треугольная. Но в своем практике я встречал только единожды вот такую биту. Такую отвертку, где можно встретить. А вот такую я ни разу не встречал вообще. То есть здесь у нас четырехлучевая звезда. И есть наконечник еще. Да, она идет, я не знаю. Но набор такой довольно увесистый. Вам ссылочку, конечно, оставлю. Вот так фиксируется сама отвертка. Здесь можно спокойно достать, поработать и обратно зафиксировать. Уплотнитель нам уже больше здесь не нужен. И после работы аккуратно все это упирается в кейс. Компания Крифилл молодцы. Не знаю, Xiaomi знают, не знают об этом. Но отвертка полностью похожа на Xiaomi стоит. Ну, опять же, китайцы сейчас делают копии на эту отвертку с обычной сталью. И отзывы как бы падают у Xiaomi из-за этого. Вот здесь фирма, фирма, еще раз фирма. Выглядит достойно. Пальцы не оставляет. Здесь у нас такой матовый алюминий, матовое покрытие. Единственный минус, что что-то брякает. Ну, брякает это потому, что здесь лежит отверточка. Вот такое вот краткое обозревание данной отвертки. Я буду доволен, надеюсь. Давайте что-нибудь открутим. Чтобы не быть голословными, давайте возьмем какой-нибудь телефон и открутим что-нибудь. Есть у меня здесь на ремонте телефон компании Alcatel. У него слетела прошивка, ну, его, в принципе, можно разобрать. Шивьи пока не буду, потому что там нужно сохранить данные. Кридент попросил сохранить ему данные. Новый штатив, маленько неудобно, непривычно. Так, не тут взял отвертку, взял на миллиметр. Надо на полтора. Полтора звучит более-менее лучше. И пробуем. Да, идеально полтора миллиметра встает винты. Здесь у нас вечная проблема, когда болтик не расстается. Но это уже особенность данной крышки. Там у нас пластиковая крышка и не дает вылезти болту. Так, как вот магнитная. Очень плотно встает от пазы. Очень хорошо выключается. Вот так вот это выглядит. Давайте все уберем на место. Вот так все примагнитилось. И сложим обратную плетку. И все, работа окончена. Только надо ложиться так, чтобы не забывать делать ее перед. Такой краткий обзор. Кому понравилось, ставьте лайк. Обязательно пишите комментарии. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.